добрый день всем или добрый вечер меня зовут елена ронина и приветствую вас на канале елена ронина культ поход с писателем точно также называется мой телеграм-канал пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки здесь если вам нравятся наши видео ну а сегодня у нас понедельник поэтому литературные чтения и мы с вами продолжаем читать из моего сборника культурный конфликт и продолжаем разговаривать на тему рассказа другая жизнь в прошлый понедельник мы уже начали читать этот рассказ рассказ достаточно сложный непростой по своему эмоциональному настрою в нем рассказывается о семье женщина врач абсолютно счастливая муж виктор двое детей все в ее жизни хорошо и вдруг выясняется что не так все хорошо раздается звонок телефонный в ее квартире и звонит женщина которую утверждает что именно она жена того самого виктора вот ее собственного мужа и сейчас она приедет к к ней домой в ее квартиру с маленьким ребенком которому уже год и вот это татьяна в полном недоумении думает о том что вообще происходит и как такое могло произойти ну вот давайте читать размышлять на эту тему может быть такое не может быть такое как вообще такое могло произойти бывает ли такое в жизни у нас и так другая жизнь вторая часть елена ронина из сборника культурный конфликт кстати много психологических тем мы разбираем и на моем телеграм-канале который называется точно так же нет нужно сначала понять что все-таки произошло в коридоре висело большое зеркало и видела в нем свое отражение она не она красивая молодая женщина 38 лет конечно молодая красивая но не такая уж молодая наверное она стройная со вкусом одетая блондинка а это стало быть из еревана значит она черная раз там у нее братья живут и говорит не чисто с явным акцентом правда грамотно виктор виктор ну как же ты мог а я а дети а наша дружная семья а отпуска наши а наша вера безграничная друг в друга да просто вот все что в молодости вместе пережили как же это все предать то можно было то они никак не могла прийти в себя сколько сложного вместе пережили сначала таня на учебу решили что академа набрать не будет детьми сидели по очереди виктор был отличной нянькой вместе не досыпали вместе уставали как собаки но это все было неважно уткнуться мужу в плечо подремать 15 минут и татьяна снова была готова бежать к детям сдавать экзамены готовить обеды усталости не чувствовалось потом создавала свою фирму виктор залезли в долги отказывали себе во всем понимали что нужно потерпеть что это временно зато потом все будет потом и вот это потом вроде бы наступило и что что теперь то нет нет это все ошибка ну конечно ошибка причем здесь лиля татьяна наконец очнулась повесила трубку и прошла в комнату большой комнате пробили часы боже сколько времени работа же это не зашумела в голове так нужно собраться нужно все по порядку что все-таки произошло позвонила незнакомая женщина она безусловно ошиблась номер конечно но тем не менее она сейчас с годовалым ребенком едет они домой с какого-то вокзала или аэропорта из еревана откуда у нас люди из еревана приезжают неважно но в пределах часа они должны быть здесь сколько вот так татьяна уже в ступоре стоит ну это наверно 20 значит они едут сюда а может они совсем в другое место едут но женщина просто ошиблась номером но почему татьяна так разволновалась да собственно не разволновалась она еще сильно и даже и начинать не надо в руке татьяна сжимала листок бумаги а это что такое боже телеграмма прилетаем утренним рейсом таня лихорадочно начала искать на бланке ошибки адрес все правильно кому телеграмма нет нет этого не может быть никакой ошибки получается сейчас сюда едет совершенно посторонняя женщина с годовалым ребенком который утверждает что вот этот дом не танин а ее муж не танин а ее просто детектив какой-то они никак не могла собраться с мыслями господи надо же позвонить виктору но почему она так не собранная но вот сейчас он сразу все объяснит посмеется на татьяны все встанет на свои места но конечно только так телефон виктора не отвечал и вдруг у татьяны все оборвалось она поняла что все уже произошло и ничего в ее жизни уже назад не вернуть вот это ее сегодня беззаботное утро было последним и больше вы не будет никогда в ее жизни произошло что-то очень плохое очень она еще не могла понять что но она понимала что все теперь будет по-другому и неизвестно еще ей самой как она на все среагирует найдет ли силы сделает ли все правильно пока она знала что еще не в теме все-таки татьяна была врачом и с основами психиатрии была знакома пока я еще не завладели чувства и надо было быстро принять хотя бы самые простые решения неизвестно что будет потом на что у нее хватит сил а на что нет сначала надо все организовать и не думать ни о чем не думать думать будем потом итак первая работа то не набрала номер главного врача пётр семёнович это татьяна александровна меня сегодня на работе не будет тут у меня потоп в квартире слесаря вызвала не знаю когда управиться спасибо вам да сама не знаю думаю соседи сверху это точно да мне повезло да уж не первый раз спасибо я позвоню хорошо проблема первая решена пётр семёнович был хорошим мужиком всегда мог войти в положение второе гостиница сонечка привет это таня как вы там да все у нас хорошо слушай тут у нас гости нагрянули у тебя там номера свободного не будет завтрашнего дня нет нет мне сегодня нужно кровь из носа перезвонишь жду на соне можно положиться что-нибудь придумает дальше дети мама это я почему ничего не случилось мама у меня нормальный голос не выдумывай пожалуйста и меня не накручивай мама мне надо чтобы иринка с вадиком пару дней пожили у тебя мама я потом все объясню но я сама еще ничего не знаю да все здоровы виктор в командировке все не волнуйся я перезвоню татьяна пыталась быстро решать все вопросы она понимала что если во всем этом есть хоть малейшая часть правды то ей этого не перенести и не надо чтобы дома были дети и нужно как-то самой подготовиться что дальше приготовить ужин хотя зачем кому кто это теперь все будет есть дети же к маме уезжает вроде бы ничего не забыла и и все-таки что же произошло татьяна боялась думать боялась задуматься ну как это может быть правдой ну как но голова начала работать отдельно от нее что значит жена а ведь не была она официальной женой виктора уже пять лет как не была это нужно было чтобы получить квартиру тогда им пришлось развестись оба хохотали долго друг на другом подшучивали но никто не усмотрел в этом плохую примету какая разница зато живут теперь по-человечески конечно нужно было сразу расписаться как все с квартирой получилось так и задумывалась с самого начала но то был недосуг потом хотели к празднику какому-нибудь семейному приурочить а потом татьяна задумалась потом ведь виктор про это перестал говорить причем как-то недавно татьяне в голову эта мысль пришла мысль пронеслась фоном и ничего к ничего не значащему разговору татьяна тут же мысль выкинула как ненужную и продолжала жить спокойно в любви с детьми и мужем а может он просто потерял паспорт и какие-то аферисты этим воспользовались ну конечно вот и объяснение но почему эта мысль не пришла в голову сразу буквально перед командировкой Виктор перекладывал бумаги из одного портфеля в другой и Таня увидела в его руках паспорт спонтанно она протянула к нему руку есть у нее такая привычка рассматривать на паспорте фотографии удивляясь ну почему люди получаются на этих фотографиях такими не симпатичными Виктор же руку с паспортом отдернул быстро спрятала его в портфель портфель замкнул и отнес его в коридор Таня хотела было что-то спросить но Виктор тут же сменил тему разговора и Татьяна опять дала себя заговорить ну вот давайте сделаем небольшую паузу и чуть-чуть поговорим на тему летит самолет но я надеюсь что нам это не помешает итак пришла в дом беда я считаю что это настоящая беда знаете беда не в том что люди разошлись что они нашли какую-то другую любовь может быть это даже совсем и не беда а где-то счастье они наконец сказали друг другу то что есть беда в том что произошел ужасный совершенно обман произошла ложь в которых и понятно что в этой лжи люди уже давно живут а такой обман и ложь это всегда ужасное предательство понятно что такие ситуации бывают и бывает так что вдруг внезапно приходит какое-то чувство и мы понимаем что бороться здесь невозможно и понятно что у нас сегодня любовь а есть сторона которая страдает в это время может быть совсем даже не заслуженно вот как это самая Татьяна мы видим что она нормальный хороший человек она хорошая жена у них двое детей они вместе проводят отпуски это счастливая семья она и училась не только благодаря для своей карьеры а для того чтобы вот у семьи все было хорошо и она да благодаря своему мужу она ему благодарна своему мужу понимать сколько он для нее сделал она про это не забывает более того она говорит о том что сегодня вот все было для нее потом стало все для мужа и она счастлива что так все они хорошо распланировали в этой семье где где вот это все произошло когда они отдалились друг от друг как она смогла это не заметить и конечно трагедия страшная и вот мне очень хотелось вот этот о чем отрывок о том что показать как собраться женщина существа невероятно сильные и вот Таня сделала все очень правильно вот в этот момент она поняла что произошло что-то плохое и постаралась это в сторону отмести потому что она поняла что ей надо сначала дела сделать а потом когда уже она все выстроит на какие-то рельсы и потом еще она встретиться с этой женщиной и поговорить с ней вот тогда уже тогда можно будет и остаться один на один со своими эмоциями она понимала что это страшная ситуация и она ее закрутит так что потом уже будет не до детей не до себя не до обеда и уже подружке про гостиницу не сможешь позвонить потому что нужно будет как-то справиться с эмоциями не разрыдаться не начать рассказывать всем подряд вообще что что с тобой произошло и какая сволочь у тебя муж и так далее вот это знаете такое всем нам потому что когда я читала этот рассказ я сначала придумала эту ситуацию как знаете руководство к действию вот в тот момент когда у тебя что-то произойдет плохое слава богу нашему организму нашему мозгу что это вы знаете когда ударился сначала ты ударишься а боль приходит через какое-то время так же и здесь вот можно этот момент немножко отложить у себя в мозгу у себя в голове и сначала быстро все сделать а потом уже начать думать о том что произошло Татьяне это удалось очень хорошо вообще этот рассказ как мне кажется он очень важный потому что вот такие ситуации с мужем я не знаю с детьми с предательством подруг с предательством коллег оно случается в нашей жизни у каждого из нас и правильно знаете вот выстроить свое поведение это очень важно наверное этот рассказ вот как раз и вот этот кусочек о том как правильно выстроить свое выстроить свое поведение выстроить и выстрадать мы сегодня с вами в наш замечательный литературный понедельник находимся у меня в садике мне хотелось слава богу сегодня такая вот тихая атмосфера мы смогли прочитать этот отрывок и даже его разобрать никто не стал косить газон и мы посидели немножко в этой красоте в чудесном совершенно саду на против на фоне пруда и тургеневской беседки которую я очень люблю и конечно в этой атмосфере хорошо просто подумать и быть счастливой не всегда это получается не всегда бывает такая обстановка и у меня в том числе и не и я часто уезжаю из этого дома из этого садика и понимаю что хорошо когда я здесь но значительно важнее это гармония и покой внутри меня я научилась создавать это внутри себя поэтому когда у меня есть в жизни этот сад я счастлива если нет я нахожусь в другом совсем месте и может быть в другом городе в другой стране я уже не так сильно тоскую об об этой обстановке понимаю что я должна настраивать себя на любую ситуацию и всегда быть спокойной поэтому я вам тоже желаю покоя мира очень важно гармонии с собой что бы ни произошло в вашей жизни страшного непереносимого каких-то разлук тяжелых с любимыми людьми с мужьями с вашими детьми старайтесь всегда собраться настроить себя очень хорошо настроить себя и жить дальше в гармонии с собой мира и добра берегите себя я всегда рядом с собой на 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 Субтитры подогнал «Симон»